Добрый день, друзья! С вами канал Империи Творчества. Я Балак. Нарисуем зимний рисунок. Просто. Нам понадобится бумага для акварели. У меня формат маленький, опять. Понадобятся гуашевые краски, кисти синтетика, плоские, круглые, тонкие кисточки понадобятся, палитра, стакан с водой, тряпочка для втирания кисточек нам понадобится. Рисуем просто и легко. Нам понадобится голубой, зеленый, красный и понадобится нам еще черный цвет. Набираем белый цвет, что черного. Вот таким серым цветом начинаем грунтовать бумагу. Сверху вниз. Можно сверху взять более темный тон серого. Черный и белый цвет. Смешали. Добавляем еще белого. И вот так растягиваем вверх, вниз. Края докрашиваем. Еще набираем этой же кисточкой белый цвет. Так, у нас внизу белый цвет. По округам у нас как вот тут земля. Чуть голубого. Тут потемнее внизу. И растягиваем вверх. Вот таким вот образом. Вымываю кисточку. Нужно нарисовать силуэт медведя сзади. Тонкую кисточку беру. Любой темной краской. У меня вот тут серый цвет. Намечаем силуэт медведя. Так. Голова где-то у нас будет. Горизонт у нас половина, ниже половины. Голова нецветя у нас будет где-то вот эту часть разделим. Раз, два, три. Раз, два, три. На три части. Голова не выше чуть треть. Больше треть. И вот середина бумаги. Эту часть мы тоже вот делим на три части, но они равные. Так. Больше. Поменьше. Еще меньше. Меньше. Побольше. Еще побольше. Так. Сидит у нас мишка на снегу. Вот такой вот зад. Спина медведя и голова медведя и уши медведя. Вот так просто. И все это надо будет нам закрасить. Так. Смешиваем белый с чуть черный. Получается серый цвет. Даже более светлый тон серого сделаем. Так. Закрашиваем голову. Тонкой кисточкой я закрашиваю таким вот образом уши. Закрашиваем уши медведя. Вот так вот. Так. Чуть-чуть-чуть. Давайте чуть-чуть потемнее. Спина. Рисую тонкой кисточкой, так как у меня формат бумаги маленький. Формат А5. Так, темная сторона. Слева, слева. Вот так. Чуть-чуть черного. Так. Так. Сладную часть закрашиваем серой. И у нас уже силуэт появляется. Если краска сухая, берем водички, смешиваем. Делаем более жидкую краску для удобства. Слева, слева рисуем тень. Чуть черного. Не совсем черный, а с белым смешиваем. Это тень. Это тень. Слева у нас тень. Теневая сторона. Берем белый цвет. Справа добавляем свет. Справа добавляем свет. Синий, синий, зеленый, чуть белого для плотности. Так, под палитру тряпочку положим. И рисуем вот так вот елку. Вот так вот дугой. Стол наметили. Детали рисовать не будем. Начинаем сразу рисовать. Ветки чуть уже по-другому. Ветки, смотрите. Еще синего, еще зеленого. Короче. Вот видите, ствол закрывается. Это мы его просто наметили. Отсюда вниз. Кисточка взлетает вниз. И таким вот образом у нас будут ветки. Ветки и елки. Ветки и елки. Ветки и елки. Сказочная елочка. Полужидкая краска должна быть, чтобы вот так вот легко было нарисовать взлеты. Чуть белого. И нарисуем отражение. Чуть зеленого цвета. Отражение на снегу. Можно добавить еще плитков. С левой стороны тоже больше зеленого. Жидкая должна быть краска. Чтобы кисточка с краской вот так вот слетали. Хорошо. И у нас тут должна быть еще девочка. Хочу нарисовать девочку. Прям-прям-прям-прям такую заметную. Сидит девочка, обнимает. Такого вот большого медсцветия. С белым для плотности. Еле-еле заметная фигура с красным. Белый с красным. Шапочку нарисуем. Рисуем просто силуэты. Потом. Так. Попутчик. Так. Что это у меня тут? Зеленый с белым. Тоже отражение елки. Так. Тени. Силуэты. Пальтишка. Шапочка. Нужно просто кончиком добавить в снег ее. И брызгом. Вымываем кисточку. И добавляем чуть-чуть деталей. Черный цвет, темно-темно-серый цвет берем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Наша работа завершена. Вот такой вот легкий простой рисунок, что с вами нарисовали. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok